Знаете, я, наверное, с того момента, как приобрел квартиру в центральной части, в районе улицы Некрасова. И столкнулся с проблемой плохого содержания дома и управляющей компанией, так называемой ТСЖ, товарища собственников жилья, которая подразумевает собственное управление жильцами. Это нормальная форма, действительно, когда собственники жилья хотят улучшить дома. А на самом деле оказалось ровно все наоборот. Это некая структура, созданная 10 лет назад, какой-то группой людей, которые просто обманывали граждан. И вот я с этой системой начал разбираться, что конкретно, почему такие тарифы, почему работают люди неоформленные, почему в доме проблемы, почему мне не показывают, куда мои деньги тратить. Вообще достаточно много вопросов, которые встали. Я стал общаться с жителями дома, стал интересоваться, почему они не могут сменить действующую управляющую компанию. И решил взять инициативу в свои руки и заняться этим вопросом управления дома. У меня большая семья, четверо детей. Хочу быть примером подражания для своих детей. Сложно, очень сложно. На самом деле я каждое собрание проводил месяца по три, по четыре. То есть это коммунальные квартиры, это каждая коммунальная квартира порядка, там, может быть, 200 метров быть. И там по 8, по 10 комнат, ты ходишь, стучишься, в этих еще комнатах люди, собственники не живут. Вот, приходилось знакомиться, проявлять какую-то информационную поддержку. Я группу ВКонтакте организовал, собственник Некрасова, где освещал наши вопросы. Тебе же, какие у нас проблемы в доме, мы знакомились, общались. Провел собрание в Октябрьской гостинице, снял все за свои средства, снял. И каждую неделю мы собираем Владимирскую клубу, делимся своими наработками, своим опытом. В округе где-то порядка 600 домов, и мы собираем всех активистов этих домов, председателей советов домов, председателей ТСЖ, которые будут делиться опытом и помогать каждому дому в этом округе, людям в этом доме, решать свои вопросы по ЖКХ. Значит, приглашается управляющая компания, делаем, скажем, такой аудит, инспекцию проводим по поводу, выявляем проблемы в доме, выносим это в информационное поле, обсуждаем и принимаем решение. Если группа граждан и жителей этого дома не хочет и не устраивает эту управляющую компанию, она не готова исправлять свои обшипки, значит, мы совместно с собственниками, ну и, конечно, не мы, а сами собственники, принимают решение смены управляющей компании. Все эти юридические моменты и все эти процедуры, которые нужно сделать для перехода от одной управляющей к другу компании, мы можем помочь это сделать, провести собрание, подготовить документы, зарегистрировать, познакомить с управляющими компаниями. Этот опыт мы имеем. Я думаю, что процесс пошел, мы надеемся, что скоро будут результаты. Я решил заняться одной из моих направлений, это развитие каворкингов, это место совместной работы, то есть это общественное помещение, где люди работают по своей специальности, по своей работе, но они работают в одном помещении. И в этом помещении есть как рабочие места, так и места для каких-то мероприятий, конференций, тренингов, просто встречи, различных мероприятий. И вот я хочу, чтобы, предполагаю, что в нашей работе, вот у меня есть помещение, которое я снял, и я думаю, что мы будем расширяться. Я уже ездил в Москву, таких есть проекты и городские проекты, и я знаю, в Москве и бесплатные есть каворкинги, и у нас в городе и пару каворкингов есть, где могут люди встречаться и проводить различные мероприятия. Но их очень мало, их мало кто знает. И найти такое место очень сложно. Помимо самого места нужно проводить мероприятия, находить спикеров, коучеров, которые обучают людей, скажем, и как взрослых, так и детей. И эти люди могут делиться своим опытом, могут людей обучать, могут устраивать встречи. И это делается достаточно, ну, немножко бесплатно. Для некоторой группы социальных людей я хочу, вернее, я уже этим занимаюсь, у меня вот есть площадка, я вот, допустим, у меня вот дети маленькие, я вот приглашаю на некоторые детские кружки преподавателей, которые обучают детей, допустим, мультфильмам. На самом деле, недавно об этом услышал. Но я хочу, чтобы действительно активисты, люди знали о них, не того, что мы, скажем, такие красивые, умные, а того, что нам хотелось бы больше соединяться друг с другом. И я знаю, людей на самом деле активных очень мало. Здесь брать там из тысячи, наверное, один процент всего. И чтобы сил, конечно, на все не хватает и времени. Поэтому вот эта поддержка моральная активистов города, а их на самом деле, ну, мы общаемся с разными активистами разных направлений, немного в городе, но мы стараемся через социальные сети с друг другими общаться. Поэтому хотелось бы, чтобы мы друг друга заявляли, делились мнениями, обсуждали вопросы насущные. Идеальных, я думаю, что здесь не найти. Мне все ребята нравятся, все достойные. Если уже кто-то заметил, и где-то они себя уже осветили, ну, показались, есть какой-то уже показательный пример своей работы, то я считаю, что это уже шаг. Поэтому я считаю, что любой человек достоин двигаться вперед и показать пример.